Сегодня у нас торжественное открытие нового автоцентра дилерского на Пулковском шоссе, автоцентра General Motors, где будут продаваться машины Cadillac, Opel и Chevrolet. И нам очень приятно, что представительство Chevrolet России именно нам доверило представить три новые модели, которые в следующем году будут занимать основные продажи на рынке. Два симпатичных автомобиля Avea, седан и хэтчбэк, автомобили, которые примерно объемом 30 тысяч автомобилей, будут выпущены на Горьковском заводе по соглашению на производство с GM. Машины, которые поменяют предыдущую известную Avea, которая, в общем-то, довольно долго была лидером продаж. Видите, что она немножко более симпатичного дизайна, потому что, если раньше дизайн был корейский, то сейчас, конечно, видно уже европейское присутствие, европейский почерк. Ну и очень интересные автомобили Chevrolet Orland, тоже такая новинка, полностью поменяет предыдущую линейку семейных автомобилей. Автомобиль, который сделан на платформе Cruze, современнейшая платформа, безопасная, быстрая. Эти автомобили Chevrolet, представитель, Chevrolet согласовал, и они до конца года будут находиться в этом автосалоне. Так что все желающие могут прийти и посмотреть, что будет в будущем. То есть сегодня мы просто даем возможность слетать в будущее. Это трансформер, она может разобраться в любое состояние, она может остаться двухместной, пяти-семиместной, трансформироваться, складываться. И опять-таки, это современный дизайн. То есть сегодня мы, в принципе, видим автомобили, которые будут задавать моду в следующие 3-4 года. Следующее поколение Cadillac Escalade Hybrid. В общем-то, наверное, две вещи, которые были учтены в этом автомобиле. Любители больших машин, больших джипов, им нравится все, размер, динамика этих машин, мощь. Им не нравился никогда расход топлива. Мы прекрасно понимаем, что любой Escalade такого размера потребляет в городе от 22 до 35 литров на 100 километров. Но это феноменальные цифры. Принципиальное отличие от машины, что здесь использована электробензиновая установка. И в городском режиме расход топлива на данном автомобиле не превышает 11 литров. При такой скромной езде может доходить до 9 литров. И второй момент, что, в общем-то, создавая эту машину, компания General Motors и Chevrolet ведут общие тенденции борьбы за экологию. Может быть, где-то это отдана часть дань моды, но в то же время гибридные машины – это уже все-таки современный хай-тек в автомобилестроении. То, что используются кинетические силы при торможении, при разгоне, которые потом переходят в электрическую энергию. Да, уже используются совершенно новые свойства. Не просто вы заливаете бензин, он взрывается, и машина едет. Совершенно другая динамика в разгоне, в торможении. Ну, экономия топлива, она очевидна. Мы сегодня видим то, что до 2014-2015 года будет задавать основную моду в продажах.